Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Сергей Захарьяш и Лилия Четрару публикуют фотографии со своей сейшельской свадьбы. Маша Кахно разочарована в женской дружбе после драки с Лерой Фрост. Бог видит все, пишет Маша. Я была за Леру одна на островах до последнего и поддерживала на поляне во всем. Очень жаль, что она решает все только драками. Иосиф Аганесян устроил Саше Черно романтик в честь пяти месяцев их отношений. На нем он признался, что чуть не изменил ей со своей бывшей. Волшебства у них не было, только любовные ласки. После этого Черно устроила скандал. После таких потрясений Черно хочет кардинально поменять свой образ. Она нарастит волосы и перекрасится в блондинку. Аганесян опубликовал свою фотографию, сделанную два года назад. Он говорит, что за это время сильно постарел. Мне 25, а в душе все 30, пишет он, а про внешний вид я вообще молчу. Что же будет дальше? Катя Жужа возвращается на поляну. Она отрицает, что у нее была связь с Захаром Соленко и готова даже пройти детектор лжи. В реальном времени Захар с Лерой уже помирились. Они провели милый вечер в кругу семьи. Олеся Клачко призналась Марине Африкантовой, что у нее уже 21 день задержки. Но она надеется, что это не беременность, а простая акклиматизация. Для своего ребенка она не хотела бы такого отца, как Никита Шалюков. Рома Капаклы после того, как получил нагоняй от Татьяны Владимировны Африкантовой, публикует совместные снимки с Мариной и признается ей в любви. «Я счастлив с тобой», пишет он. Ольга Бузова в компании Дмитрия Нагиева, Валерия Меладзе и Валерия Комиссарова принимала участие в съемках передачи на Первом канале. Ольга Ветер купила автомобиль. Его стоимость 600 тысяч рублей. «Почти год назад я стала откладывать деньги, и за 8 месяцев мне удалось накопить эту сумму», рассказывает Оля. «Я уже начала копить на новую машину, хочу купить внедорожник. Кредит я не брала». Сын Жени Феофилактовой прошел кастинг, он будет заниматься в известном театре студии «Непоседы». Подписчики Жени хвалят ее как мать и отмечают, что она очень много делает для своего сына. Лена Бушина и Даша Пынцарь вместе с детьми были на мероприятии детского журнала. Малыши принимали участие в модном показе. Очевидец, которому удалось увидеть Сашу Гозиас в Балтийске, рассказал о встрече. Саша вместе со своей мамой произвели плохое впечатление. Она выглядит как прыщавый подросток с непромытой головой и фигура оставляет желать лучшего. Оксана Стрункина возмущена поведением журналистов журнала «Дом-2». Она просит Антона Бикужева перестать звонить ее друзьям, знакомым и обманывать их якобы Оксана дала интервью о своем разрыве с супругом. «Я отказалась давать интервью, – пишет Стрункина, – и ничего не комментировала. Это моя жизнь. Я уже давно не на Доме-2, так что оставьте меня в покое». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на канале ТНТ. Продолжение следует... Продолжение следует...